Водитель автобуса Вадим Челышков завтра в рейс выйдет за рулем новой машины. Мужчина признается, что уже успел оценить ее в движении. Мягкая, плавная, хорошо вписывается в повороты. Комфортное сидение, которое регулируется по разным параметрам. Отдельно отмечает преимущество того, что кабина водителя отделена от пассажирского салона. Сейчас кабина отдельная, и гвалт, ну люди все равно шумят немножко, отвлекают. Сейчас ты в тишине сидишь и более внимательнее относишься к своему труду. Всего в Самару поступило 50 новых автобусов белорусского производства. Сегодня состоялась передача городу новых машин. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Все автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок. Пандусы для маломобильных граждан, световые табло и кондиционеры. Почетные гости тоже смогли оценить салоны новых автобусов. Во всех автобусах есть бегущая строка, чтобы люди видели какой-то маршрут. То есть по последнему слову техники, все полностью, все 50. В этом году новые автобусы получили и другие города региона. А до конца 2023-го планируется передать всем муниципалитетам области еще более 300 новых машин. Важно очень грамотно этим распорядиться, выстроить диспетчеризацию, выстроить интервалы движения, для того, чтобы людей общественный транспорт радовал, а не расстраивал. А качество этой техники такое, что, конечно, я уверен, удовольствие на ней работать и, конечно же, пользоваться. После торжественной церемонии машины отправились в парк, чтобы готовиться к выходу на маршруты. В основном новые автобусы будут обслуживать Красноглинский и Куйбышевский районы города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин.